ПЕСНЯ 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 Научи целительным сочувствия людям радость жизни приноси. 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 Если вы стали свидетелем аварии, при которой есть смертный исход, и водитель остался жив, если этот водитель, ну, человек влиятельный, то если вы будете против него свидетельствовать, что он виноват, то что? Может быть вам плохо. И помните, когда Петр, апостол Петр, встал во время Пятисятницы и начал говорить? И он, обращаясь к этим людям, которые там стояли, он говорит, вы избрали человека-убийцу, а что? А начальника жизни убили, вот вашими грешными руками. Это серьезно было обвинение. Но давайте прочитаем место священных признаний. Главная цель крещения Духом Святым – быть свидетелем Иисуса Христа. Апостол Павел говорит о предназначении Церкви и каждого члена Церкви в целом. Вот, смотрите, Ефесианам 3 главе с 8 стиха. Апостол Петр, исполнил Духа Святого, говорил о страдании и воскресении Господа Иисуса Христа. Они очень ревностно говорили о воскресении Христова. Другие языки, на которые дано было говорить апостолам, служили к тому, чтобы люди узнали о Христе и о великих Божьих делах. Знаете, в Иерусалим пришло много людей с разных наречий. Конечно, не все они понимали еврейский язык. Или не все они хорошо понимали еврейский язык. Как некоторые из вас понимают испанский язык, да? Вот. Но не очень хорошо, поэтому вы сидите в русскоязычной церкви, правда? И вдруг апостолы заговорили на чистом испанском, на чистом там римском, не знаю, латинском языках. И они так ясно услышали свидетельство о Господе Иисусе Христе. Апостолу Павлову ищевает и говорит, так и вы, ревнуя о горах духовных, старайтесь обогатиться ими. Чего? В назидании церкви. Что происходит сегодня с христианами 21 века? Многие люди ищут не послушание Духу Святому, они ищут проявление чудес, они ищут богатство за счет Духа Святого, присутствия Духа Святого в их жизни, здоровья и так далее. Я говорю часто и с ревцерки говорю, братья и сестры, если бы Господь исполнял все наши просьбы о здоровье, да? За здравие мы молимся, правда же? Я не критикую, я говорю, что это тоже хорошо, что мы молимся за здравие. Но если бы Господь всем наши молитвы исполнял, то никто бы не умер. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»